Добрый день! Сегодня 12 июня, день России, и мы в семье традиционно в этот день выезжаем в небольшое автопутешествие по каким-нибудь малым городам нашей Родины. Эта традиция у нас появилась уже четыре года назад. Четыре года назад мы в первый раз поехали в город Космодемьянск, посмотрели замечательный музей под открытым небом, музей Купечества, гуляли по городу. В широком месте на пароме перешли через Волгу и через Марийский ареал вернулись домой. Еще через год мы ездили уже в Чистополь в 2018 году, а в 2019 году мы ездили в Молдино на родину, точнее не на родину, а где я провел несколько лет во время чумы Александр Сергеевич Пушкин. Посетили его музей, гуляли опять же по этому населенному пункту. Ну а сегодня все вы знаете прекрасно, в стране еще действуют ограничения некоторые. У нас в республике Татарстан с ограничениями стало немножко помягче и поэтому мы никогда не были в Лаишево. Несмотря на то, что этот, наверное, населенный пункт, скажем так, в общим фразами, находится не очень далеко от Казани, на берегу Камского водохранилища, на берегу реки Кама, но мы там ни разу не были и сегодняшний день мы хотим посвятить тому, чтобы съездить в Лаишево и посмотреть на просторы так называемого Камского моря, просмотреть собор, проехаться по улицам и вот так вот привести свой день. Поэтому нам хорошие и интересные дороги, интересные путешествия. Ну а вас с праздником и наслаждайтесь нашими. Какая-то непонятная ситуация. Машина любимых стоит. Наверное, просто авария. Люди засматриваются на алюпины. Там такие красивые фиолетовые следы. И вот, зазеваться, попасть в аварии, минимум, с этим связано. Ну, чтобы там стояли. Но мы продолжаем. Там, на месте, 87 километров. От Нарольска это порядка 100 километров, поэтому уже, это через час небольшой, нужно быть на месте. Ну что ж, вот мы и в Казани. Уже успели проголодаться. Парк Петрова справа был. Сейчас зайдем в Добрую столовую. В Добрый столовой на вынос возьмем с собой несколько порций, потому что Лаишево, скорее всего, ситуация такая же с едой, да? То есть придется там где-то что-то тоже искать. Кафешки, скорее всего, не работают. Вряд ли они успели организовать уличные веранды. Поэтому при питании сегодня заготовим себе в Казани и возьмем в контейнерах. Есть рядом с парком Петрова, есть на улице Ла Фузова замечательная столовая. Ну, многие знают, что в Казани вообще нет больших проблем с питанием. Питаться можно в Казани на любой вкус и кошелек. В среднем, в столовых, которые хорошо готовят, порция до карантина стоила порядка 100 рублей. Это и первое, и второе, и компот, и какая-нибудь небольшая даже булочка-выпечка. Поэтому сейчас посмотрим, сравним цены и узнаем, что изменилось за карантин. Вот мы пришли к Доброй столовой. Сейчас он называется Добрый магазин. Опа! Соответственно, Поблюдаем дистанцию и берем еду на вынос. Видите, столов нет, ничего нет. Ну что ж, отлично. Нас и так устроите. Вот так вот здорово, ребята. Все готово. Суть, пожалуйста. Блюда с рыбой. Блюда с мясом. Сейчас наберем с собой вкуснятина. Ну вот. Взяв семь порций второго настроя экипажа на два перекуса, хлеб и два салата, одноразовые принадлежности, все это обошлось нам примерно в 1100 рублей. Еще три литровых набора бутылки с компотом. Они по 70 рублей. Вот это я запомнил. Короче, три бутылки 200. Грубо говоря, вычитаем с 1100, 200 рублей получается 900. Если же 900 разделить на 7, то порция горячего порядка 100 рублей. Если еще убрать салаты и так далее. Здесь вполне большая такая добротная порция еды. И, соответственно, вкусная, большая, теплая. И запакованы все в контейнерах таких удобных. Такие контейнеры можно дома разогревать. Такие вот контейнеры. Вот. И сразу там можно замечательно кушать. Убрали пока все. Упровизированный термос. Сделанный из двух контейнеров в багажнике. И, соответственно, та пока лежит. Супруг уже обедает. Да. А мы... Ни один взорлев кушать неудобно. А... Лешка сын... Почему потом поедем? Сейчас наша задача выехать из Казани. Надо проехать через Казань и выехать со стороны Оренбургского тракта. И, соответственно, там километров, наверное, останется 50 до Лаишева. Пока. Вот такая вот дорога. Мы двигаемся по улице Право-Булачной. Поворачивать налево. Мы приезжаем к озеру Кабан. Там очень красивая набережная. Я сделаю ее за весну. Я еще ее не видел. Вот около театра у меня Галяскара Камала. Уже включили фонтаны. Поэтому здесь такая вот красота. Да, нам направо. Мимо Баскетхолла. Поедем вдоль Небережной. Озеро Кабан. Ух ты даже сделали фонтаны внутри самого озера. Красота. Здесь раньше располагался только торговый центр Алтын со всякой электроникой. Но сейчас уже там его закрыли некоторое время назад. И больше там ничего нет. Вот. Костел. Католический. Знаменитый треугольный дом. Интересный тем, что если смотреть на него под определенным углом, кажется, что дом абсолютно плоский просто. Вот это улица Марселя Салимжанова. Заменитое данное училище. Показяник и его территория. Я на территории училища никогда не был. Скажу так. 2000-е не успел, а сейчас все окружено, храняется. Если у него будет где-нибудь открытых дверей какой-нибудь, что-нибудь такое, было бы мне вот интересно сходить посмотреть эту территорию. Это окончание проспекта Универсиады или начало проспекта Универсиады. Смотря как ехать. И он, этот проспект хорош тем, что существенно разгрузил улицу Павлюхина, улицу Салимжанова, которую мы только что проехали. И по ней без пробок практически сразу можно попасть в центр. Ну а там налево и на подъем. И в принципе мы уже выезжаем из Казани. Интересная церковь на горе. Здесь были сады, но сейчас земля покупается. Строятся дома красивые, хорошие. Бывает бы вот частный сектор, лесок, какая-то ручцы. И снова в Казани деревни Универсиады. Опять высокие дома. В Казани так интересно. Такой архитектурный план, когда участки садов перемежаются с современными домами. И, соответственно, глаз не замыливается только высокими домами, как в городах. Вот слева деревню Универсиады, вы видите, где построили проведение проходившей в 2013 году Универсиаде. Ну а нам направо, я уже никуда не сворачиваю, по Оренбургскому тракту мы будем приезжать из Казани. А место нам осталось 52 километра. Скоро будем уже в Лаишеве. Хорошей нам дороги. На выезде нас провожает, а на въезде со стороны Чистополя, Оренбурга, Лаишево, то есть со стороны Юга Татарстана. Нас встречает буква М. Она была установлена в 2005 году, в тысячелетию Казани. И обозначалась, соответственно, символ Миллениум, символ этого тысячелетия. А Казань – город с большой историей, с богатыми традициями. Поэтому, когда будет время, стараемся планировать какой-нибудь специальный маршрут и поснимать еще и Казань по истории. Дороги на сегодня довольно загружены, как в обычный бескарантинный день. Ну, многие едут на дачи, многие едут, соответственно, в загородные дома, потому что впереди до понедельника выходные дни даже тех, кто работает в дистанционном формате. И, соответственно, скоро уже мы доедем. Осталось нам 46 километров донецком. Вот мы свернули Сверхборскому трапу, то есть этой дороги на Чистополь, туда к мосту через Рякугама, Лаишево. Тут такая красота. Рощи, Омраги. Скоро увидим Камское море. Дороги по республике у нас хорошие, урокные. Можно ехать не нарушать, ехать довольно комфортно и быстро. Проблем здесь, понятно, можно держать 90, так и разрешено, безо всяких сложностей. Вот слева вот такие вот виды. Правая. Тут уже я не ездил ни разу, а по этой дороге. Это в первый раз. Потому что сегодня для меня тоже небольшое открытие. Мы и подъезжаем в Лаишево. Какой красивый здесь знак. Зелено, чисто, хорошо. В Лаишево мы приехали посмотреть, типа тут вот такого парка национального, в котором можно погулять. И он выходит к берегу Камского, к берегу Камы и, соответственно, Куйбышевского водохранилища. Тут такие красоты зеленые. Въезд сюда ограничен. Написано «водоохранная зона». И тут дорожка. Там, наверное, скорее всего, пляж, мне кажется, будет находиться. И какие-то должны быть дорожки. Вот сейчас мы это дело и посмотрим. Березы. Слева. Сосны справа. Такой смешанный лес. Высокая для смешанного леса трава. Полянки. Так что, должно быть красиво. Интересно. И самое главное, противоположного берега должно быть не видно. Вот мы подходим к так называемому Камскому морю. Это место, где, как я уже сказал, сливаются Камы и Волга. Здесь вот такая вот красота. Смотрите. Пока. Похожу на высоком берегу. Куда вниз дорога. Она пошла туда. Красота неописуемая. Сейчас спустимся ниже. Посмотрим, как там. Камы и Волга. Камы и Волга. Тут декорации к фильму. Зулиха открывает глаза, насколько я помню. Поэтому здесь место пропитано такой историей. в том числе и кинофильмов. И всех событий, которые в этом фильме происходили. Сейчас подойдем сначала к берегу. Фотографируй, Лешка. Фотографируй. Все, что тебе хочется. Вот так вот красиво. Типа пристани. Вот такая вот у нас здесь природа. Очень широко. Протоположный берег виден, конечно. Но он находится очень далеко. Можно сказать, сливается с горизонта. Плещется вода. Справа у нас Волга. А слева камы. Сегодня погода, конечно, не располагает в долг. Прогода погода. И здесь, как я уже сказал, снимали. Зулиха открывает глаза. Сейчас мы сходим, посмотрим все эти построенные для этого кинофильма здания. Всем рук. Ух ты, какие тут постройки. Что ж, приезд Лаишева послужил хорошим поводом посмотреть этот фильм и прочитать книгу. Такие тут дома, здания. Ну, видно, что, конечно, они построены на скорую, скажем так, руку. Доски не пригнаны. Ну, понятно, это все декорации для фильма. Такая тут высокая башня. С бочкой. Наверное, подонапорная башня. С бочкой сверху. Сейчас посмотрим берег. Такие вот интересные тут столбы. Зачем-то поставлены. Берег. По фильму это река Ангара. Можете посмотреть. Сейчас покажу вниз. Кручу. Вот там люди ходят внизу. Один сплошной обрыв. Вертикальная стена просто. Вот что значит правый берег, да, который у нас подмывается в нашем полушарии. И с этой стороны тоже видно, да, что берег очень крутой, обрывистый. Красота, ребята, неописуемая. Лозунги. Сейчас пойдем посмотрим. Короче говоря, советский поселок, да, времен, в которых за лихами описывается. Люди рыбачат. Вот такая вот красота. И поднимемся сейчас еще вон туда наверх. Смотрите, еще выше можно подняться. Вот на тот вот утес. Сейчас мы туда исходим. Пойдем, Лешка. Сейчас, конечно, тут не подготовлен для того, чтобы по нему подниматься, но мы все равно поднимемся. Ну, фактически это просто земля без ступенек. Забрались. Вот еще выше. Видим еще дальше. Где-то там, куда сейчас направлена камера. Вот прям по центру. Там должен находиться Болгар, да? Это вот в той стране тоже древний город, с которого началась культура именно татар. Волжская Булгария. Люди внизу играют, загораются, фотографируются. Красиво, очень здорово. Лешка. Вид на этот рабочий поселок. Красота. Кто-то вот еще идет на лодке там. Вдалеке. Сейчас. Осмотрим себя крест. Супер. Я, конечно, знал, что на Волге такие места. Да, но чтобы так было здорово, ребята, я даже не предполагал. Очень красиво. Спустились с холма. Здесь такие вот виды. Пойдем посмотрим плакат советских времен. Товарищ, после трудового дня иди в клуб. Там ты получишь отдых, знания и развлечения. Вот так вот тут. Ворота. Дом. Ради интереса заглянем, что там внутри дома. Понятно, что в дверь мы зайти не сможем. Но мы можем заглянуть просто в так вот. Через... Ну, там внутри ничего нет. Это просто декорация. А внутри просто пусто. Вот. Если я вот владелец этого дома, я так выхожу, да, с утра. Вижу такую красоту. Вижу Волгу. Вижу дома, холмы, бочки. Здорово. Конечно, очень красиво. Сейчас еще обойдем с этой стороны и посмотрим, что там есть. Ну-ка, ради интереса. вот все декорации к этому самому фильму ребята если вы этот фильм к также как и я не смотрели то я думаю что не надо слушать никаких там есть слушать комментаторов пока свои сами не посмотрите свое мнение не составите ничего не поймете не узнаете поэтому все это наш рукоход летает тресогушка ходит переживает немножко видимо не идет здесь гнездо это мы не будем и тревожить вот клуб до от грохали здорово декорации конечно там видимо были афиши на клубе точнее на рядом рядом с кунда вот на этой на этом реконструкции здесь вот здорово то есть это некоторые конструкции декорации сибирского поселка насколько я помню потому что я слышал на различных радиостанциях это должна была быть ангара и сибирский поселок вот значит наше камское море она играла роль такой широко развившийся ангары интересно здорово даже эти дома как-то украсили до берег куйбышевского водохранилища красота тоже вот во все растут деревья здорово ну что ж мы пойдем дальше гулять видно рабочий клуб 7 рук с другой стороны мы были вот на том обрыве в центре кадры перешли на другую сторону и поднялись сюда тоже очень красивые интересные виды действительно снимали фильм в очень живописном красивом месте очень красиво очень здорово очень живописно красота здесь есть такая замечательная тропинка которые открываются восхитительные виды вот мы найдем до этого дерева посмотрим что там есть такого какие виды оттуда открывается для любителей таких вот путешествий отдыха на природе это самое восхитительное место здесь рядом с нами красота вот так вот здорово очень красиво простая что просыпаешься утром из палатки вышел например а тут вокруг такая красота супер цветочки чистый воздух дыхание реки ну вот ребята попрошли в сторону порта тут такая красота смотрите травы пояс высотой кустарники какой там видно заборчик люди приезжают сюда с палатками отдыхает видим несколько дней или хотя бы с одной ночевой такие интересные кустарники видимо колючий тут растут скоро они зацветут не репей скоро они зацветут красота неописуемая конечно есть что посмотреть езди отдохнуть и самое главное здесь не так много людей люди доезжает в основном только до вот этого семрука а сюда уже мало кто приходит сейчас посмотрим что там находится вот такая роща слева березовая справа сосновая и как я уже говорил трава зеленая густая насыщенная очень красиво но конечно виды на воду на волгу матушку завораживают настолько что не диву сказать не первым писать очень красиво мы спустились с обрыва подошли к воде здесь вот такая вода мы были вот там на самом верху дали были на самом верху вот там здесь видим так интересно как вода за несколько видимо лет обработала дерево посмотрите я такого никогда не видел чтобы вот так вот здесь очень гладкая древесина вода потихоньку вы ела внутреннюю структуру древесины очень здорово красиво есть такие вот виды с воды красота а мы сейчас пойдем обратно вдоль обрывы по берегу мы будем возвращаться к месту съемки зулика открывает глаза к этим декорациям здесь вот так вот посыпается земля конечно я давно хотел уже печь подобное увидеть на правом берегу волки ездили в печище в условиях близко мне не удалось подойти таким вот склоном тут вот видно как осыпаются эти слои насколько плодородный слой да он очень мал вот там пакет сожалению плодородный слой а все остальное песок или глина или еще что-нибудь то есть на самом деле когда занимаются люди там садоводством плодородный слой всегда беречь именно в нем все и растет остатки лодки когда-то на ней доходили там наверное на рыбалку ходили здесь по волге кроме сейчас уже она на вечном причале здесь стоит на вечном приколе вот так вот красиво помолчу чтобы записать плеск волн что еще надо для человека слышать плеск волн треск костра и наблюдать тишину и покой и третье вы было всегда с кем поделиться этой красотой пятерок который мы видели центре точно уже почти пришли так вот так вот окрест такая красота очень здорово очень красиво авиатор показывает что там старая пристань а где стоит корабль не знаю я до туда мы не дошли время уже 25 минут седьмого пробуем собираться ну конечно круче и имоверное сюда растут растения приживаются такие вот здесь слои наверное это какие-то песчаники скорее всего сожалению я не геолог геологи меня поправит но вот такие вот отличные я бы сказал даже камни может это известняк у нас для доски на левом берегу нет такой возможности походить по рядышком так вот слева круче справа вода это не только на правых берегах в нашем северном подушарии имеется возможность так ходить суперско очень красиво и для как земля сопротивляется воде как вода и и потихонечку потихонечку размывается немножко скользко на камнях очень красиво мелкая галька скажем так если бы не знать что я отъехал в казани на 50 километров на я бы ни за что не сказал что мы находимся там центре россии европейской части россии что здесь у нас это волга если бы так в туман до меня сюда высадили везли когда где-то находишься попробовав попробовав воду на вкус конечно понес что какая-то река какое-то озеро но так сразу и не скажешь очень красиво самое главное чтобы люди конечно не испортили не мусорили бы здесь берегли бы природу чтобы она досталась бы красоты и нашим детям и внукам потому что это очень важно беречь то что у тебя есть какой у нас сегодня день открытие когда мы путешествуем по россии и открываем для себя традиционно маленький какой-нибудь городок и интересное место поэтому спасибо ребята за просмотр желаю вам всем здоровья успехов у вас все получалось жизни чтобы было все благополучно еще раз вас ребята поздравляю всей души с праздником праздником днем россии вы все россияне и наша задача беречь и развивать нашу страну будьте здоровы спасибо за просмотр